МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима 2005 года. Наталья Быстрова, тогда еще начинающая певица, из Екатеринбурга бегает по кастингам. Она мечтает о столице, но пока ей предлагают работу только в театрах родного города. Постепенно девушка впадает в депрессию. Я очень подвержена, как и любой творческий человек, каким-то стрессом, депрессиям. И вот я находилась в таком состоянии, что в итоге один раз меня подруга взяла за руку и повела меня к одной женщине, которая, в принципе, была знаменита не столько какими-то гаданиями, сколько знаниями о травах, что попить, чтобы почистить организм, что-то как-то, внутренние органы, кожу и так далее. Гадалка ни о чем не спрашивала Наталью. Она разложила карты и сказала только одну фразу. Ты будешь богата, и достаток придет к тебе от мамы. Артистка пожала плечами. Ее мама, нянечка, в детском саду обладала только богатством души. Тогда Наталья и не предполагала, что предсказание сбудется самым невероятным образом. Растопить воск, разложить карты. Зачастую гадание выглядит как шутка. Но когда все начинает сбываться, шутки прекращаются. Провинциальная актриса Наталья Быстрова только посмеялась, когда ворожея рассказала ей о каком-то богатстве, связанном с мамой. Много еще всякого она говорила. И мы с мамой долго очень как бы мусолили эту тему. Нам это понравилось. Нам какие-то деньги, достаток со стороны мамы. Мы стали думать, от каких родственников можно ждать достатка. Потому что маму очень много родственников. Наталья постоянно думала о предсказании провидицы. Тогда деньги были бы ей очень кстати. Статус актрисы обязывает покупать дорогие наряды, а театральных гонораров хватало лишь на весьма скромный гардероб. Не проходило и дня, чтобы Наталья не задумывалась о том, когда же наконец богатство свалится на нее с небес. Но ничего подобного не происходило. С каждым днем надежда становилась все меньше, а через месяц предсказание забылось полностью. Наталья просто не могла больше надеяться на то, чего, вероятно, не произойдет никогда. Я связала именно с мамой. Я пыталась найти разгадку в маминых родственниках, где-то что-то как-то. Но когда мы с мамой поговорили и пришли к выводу, что этого быть не может, как-то отбросили эту тему и все. В этот период артистка получила приглашение работать ведущей на местном телеканале. И жизнь, как говорится, стала налаживаться. У меня была своя передача в прямом эфире. Телевидение, радио, концерты, съемки, реклама, кино. Я была очень занята. Какие-то другие проекты. Когда Наталья узнала, что в Москве состоится кастинг в мюзикл «Мама Мия», артистка тут же сорвалась с работы и полетела в столицу на один день, чтобы поучаствовать в отборе. И прошла в следующий тур. Восемь месяцев быстро вылетала в Москву на денек, чтобы пройти очередной этап. На один день в Москву, потом три месяца я ждала ответа. Наталья успешно прошла все этапы кастинга. На главную роль Софии. Ее утвердили сами авторы мюзикла, участники шведской группы «Абба». Только спустя год Быстрова случайно вспомнила о предсказании гадалки. Вот о какой маме тогда говорила провидица. Я, конечно, здесь не получаю 38 миллионов, но сумма, которую я здесь зарабатываю, по сравнению с теми суммами, которые у нас в Екатеринбурге, это, конечно, отличается даже сами цифры. Хотя это не так уж много, но тем не менее. И вот, наверное, это и есть то пророчество. Мама Мия, мама, она мне подарила столько подарков. Наши спонсоры подарили мне машину. Я ездила в Грецию. Я получила там несколько наград. Все благодаря маме Мии. Недавно Наталья снова была у той самой гадалки. И та выдала ей еще более невероятное предсказание. Что именно сказала женщина на этот раз, актриса держит в секрете. Ведь одним только неосторожным словом можно спугнуть удачу. Все так манит в мире богаче. Современные психологи не отрицают гадание, но объясняют его интуицией, богатым жизненным опытом медиума или банальным совпадением. Если вы посмотрите внимательно, очень мало предсказателей говорят что-то конкретное. Немножко расплывчатое. Там вот такое может случиться, еще что-то случится. Мало кто четко определяет даты. Мало кто четко определяет людей. Мало кто четко определяет, что будущее многовариантное. И, возможно, разные варианты развития событий. Гадание на костях – одно из самых древних. Например, на них предсказывал судьбу иудейский царь Давид. Его кости были сделаны из черепов пленных воинов. Именно на них придворный медиум нагадал Давиду скорую смерть. За дурные вести предсказателя казнили, но пророчество сбылось. Через несколько дней правитель скончался от странной болезни. Сегодня гадание на костях – редкость. Их надо сделать самому, а для этого потребуется недюжинная смелость. Для приготовления костей я брала кости, свиные кости с четырех копыт. Кости изготавливаются и заряжаются на четыре стихии. Делаются они в течение трех дней на полнолуние. Четыре стихии – это стихия земли, воды, воздуха и огня. В полночь свежие кости кладут в то место, куда падает лунный свет и произносят заклинания. Утром они должны оказаться в лучах солнца. Потом кости опускают в наговоренную воду и бросают в огонь. После этого надо раздробить их на 40 частей и напоить собственной кровью. Данные кости, так как я смотрю и гадаю на этих костях, они не могут переходить в руки никому больше. То есть воспользоваться этими костями могу только я. Технология гадания на первый взгляд проста. Кости перемешивают в руках и четко формулируют вопрос. Затем их выбрасывают на стол и делят на четыре равных кочки. Они будут символизировать разные временные отрезки. Далее вы можете определить прошлое, настоящее, ближайшее будущее и будущее. То есть по символам, по костям, по тому, как они распределены, мы можем сказать о том, что было у человека, что в настоящее время с ним происходит. Если кости сделаны правильно, они никогда не соврут. На них можно предсказать болезни и даже смерть, но тогда это будет равносильно приговору. Если вдруг выпадают кости, вот эта кость в сочетании с этой, это будет означать заболевание или болезнь вашего близкого человека, близкого родственника. Вплоть до смерти. А вот облегченный вариант древнего искусства. Для него не понадобятся ни капли собственной крови. Чтобы предсказать будущее, достаточно знать толкование числовых комбинаций. Перед гаданием вы обязательно задаете, четко формулируете свой вопрос. Если выпала цифра 1, это означает на ваш вопрос ответ «да». Цифра 2 – элементарный ответ «нет». Каждая последующая цифра дает более развернутый ответ. Но если выпала шестерка в сочетании с пятеркой, это означает скорую болезнь. Если выпала три шестерки из пяти камней, это означает возможную смерть близкого человека. Комбинация цифр – это всего лишь подсказка. Чтобы точнее предсказать будущее, надо обладать способностями медиума. Выйти на связь с потусторонними силами и в состоянии транса получить информацию напрямую от них. Медиум может гадать в любое время года и результат всегда будет одинаковый. Те, кто таким даром обделен, могут предсказать будущее только в полнолунии. В эти дни особенно открывается пространство, которое дает возможность людям гадать. Открываются те миры, которые помогают нам в гадании. Вообще считается, что ритуал гадания – это именно ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами. И поэтому в полнолунии эти силы наибольше открываются для нас. Во Вьетнаме гадание – часть официальной религии. В некоторых буддистских храмах можно и даже нужно заглядывать в будущее. Вот один из способов узнать судьбу. В специальную коробку кладут палочки. На каждой написана цифра, означающая то или иное событие в жизни. Человек выбрасывает одну палочку и делает выводы. Буддизм – единственная религия, которая поощряет подобные ритуалы. Православная церковь гадания осуждает, но один раз в год на святки закрывает на это глаза. Во все дни с рождественского сочельника до крещения такие ритуалы не считаются грехом. Светлана, повар из Кирова, закончила работу поздно. Клиенты разошлись лишь под утро. До первого автобуса оставался час. Имело смысл подождать на работе. Со Светой осталась подруга. Расправившись с делами, они вдруг вспомнили, что в самом разгаре святочная неделя, а в это время принято гадать. Девушки решили развлечься. Все это происходило в кондитерском цехе. Стол, в общем, все это как блюдечко, как положено. Мы как бы раньше с подругами гадали, но у нас никогда не получалось ничего. Я, да, блюдечко даже, ну, вообще не шевелилось. И я думаю, ну, и в этот раз, наверное, точно так же будет. Ну, как бы вообще не верила ни в гадания, ничего мне, никогда почти ничего не сбывалось. В ту ночь Александр, охранник ресторана, дежурил один. От скуки он присоединился к девушкам. Все сели за стол, начали вызывать духов. И блюдце завертелось. Потом наши герои признаются, такого не ожидал никто. Сначала, конечно, небольшой шок, а потом все думали, каждый друг на друга думал, смотрел, кто эту тарелочку шевелит. Потом, когда уже поняли, что это действительно никто, не кто-то, просто все пальцы положены, просто и тарелочка уже сама произвольно двигается, тогда уже стало как бы это очень интересно, и сразу появилась куча вопросов, куча ответов захотелось узнать. В первую очередь девушки решили узнать имена женихов. Когда Светлана спросила, как будут звать ее мужа, блюдце завертелось, и девушка прочитала имя Александр. На вопрос о профессии дух ответил юрист. О возрасте на три года младше невесты. Я сначала девчонок спрашиваю, я говорю, наверное, кто-то двигает, но я не верю как бы в это, что может двигать. И так все как бы пальчики подняли, я реально так вот как-то само ходила по кругу. Я у меня такие глаза, первый раз как бы в жизни я увидела такое, и действительно четко все так показывала, и буквы, и все. Следующим гадали Саше. Когда он спросил имя своей будущей жены, Стрелка показала имя Регина. В мертву выпадала Двойня и Регина. На Двойне я не думала, а Регины вообще даже знакомых не было, и редкое имя такого. Несколько дней друзья не вспоминали о том гадании, а потом вдруг решили разыграть Сашу. Попросили Свету позвонить ему и представиться Региной. Я говорю, да не буду я, как бы я не такой человек, чтобы там людей разыгрывать как-то. Так серьезно ко всему отношусь, и в общем к вечеру они меня уговорили. Я там позвонила дрожащим голосом, в общем, Света Лаконина мне подыграла. Как бы я все представила, что у меня Регина, что я отдыхала в ресторане, что Александр мне очень понравился. Давайте сходим там в театр, в кино, где-нибудь посидим. Александр был заинтригован. Он согласился на встречу с незнакомкой и попросил ее телефон. Света назвала шесть первых пришедших в голову цифр. Но обман раскрылся. Я сразу же почувствовал, что здесь неладно. Попросил девушку подождать минутку и спросил официанта, говорит, хватит прикалываться. Они все серьезными лицами, кто, что. Ну ладно. Поговорили с девушкой дальше. Девушка предложила встретиться и попросила у меня телефон. И вечером мы уже все выходим с работы. И Александр говорит, ну что, я жду звонка. Я говорю, какого звонка он? Я говорю, я даже, ну я поняла уже все, я такая пурпурного цвета. Я говорю, я даже номер не записала. Я так как бы растерялась, что он уже в курсе, что ему уже как бы все рассказали, все сообщили, кто его разыграл. И после этого он узнал мой номер, телефон. Домашний. Ну и началось у нас как бы общение. Александр говорит, что сразу догадался, его разыграла Света. Он нисколько не обиделся, а напротив, позвонил ей и пригласил в театр. Через несколько дней пара была уже не разлей вода. Но каково же было удивление девушке, когда она узнала, что молодой человек учится в колледже на юриста и на три года младше ее самой. Именно такого жениха ей нагадали на святки. С каждым днем мы как бы чувствовали, что мы дороже и дороже становимся друг к другу. А предложение как сделал? Предложение я сделал в этом году. У Светланы был день рождения, я пригласил ее в ресторан. Мы подняли шампанское за мой день рождения. Ну и тут Александр встал на колено и подавил мне кольцо и сделал, как бы мне предложили. Ну естественно я согласилась. Мне было как бы очень приятно, что два таких события. Мой день рождения как бы он предложил мне выйти замуж. Ну в общем, как бы все было супер мне. Ну как бы я счастлива. С того дня прошел почти год. Света и Саша поженились и все так же неразлучны. В ближайшие святки они не будут тревожить духов. Молодые и без этого прекрасно знают. В будущем все хорошо. Для многих не погадать на Рождество все равно, что не покататься на коньках. Традиции. Посмотреть на кофейную гущу. Растопить воск. Святочные гадания кажутся забавой, но невероятно одно, они всегда сбываются. Вот самый простой способ. Взять кусок свежего хлеба и завернуть его в шелковый платок, приговаривая «Ряженый, суженый, приходи ко мне ужинать». Сверток надо положить под подушку и лечь спать. Во сне обязательно явится жених. Самым страшным считается гадание на двух зеркалах. Девушка снимает с себя ремень, украшение и нательный крест. Затем сооружает коридор из двух свечей и двух зеркал. В этом туннеле должен появиться силуэт суженного, но долго смотреть в зеркала опасно. Именно через такой коридор темные сущности могут прорваться в наш мир и украсть душу человека. После этого он навсегда останется бесноватым. Как-то раз ко мне на прием мама привела свою дочь, которой было 20 лет. Девочка пыталась гадать с помощью зеркал. В полночь Алена заперлась в своей комнате и сделала зеркальный коридор. Родители в это время уже спали. Их разбудил странный шум. Когда отец вошел в комнату, то увидел невероятную картину. Дочь на полу, без сознания, а повсюду осколки зеркала. Создавалось впечатление, будто оно не просто разбилось, а взорвалось. Девочку привели в чувство, но девочка была очень напугана. Расспрашивали ее о том, что произошло. Только потом, под гипнозом, Алена рассказала. За зеркалье. Эзотерики уверены, атака с той стороны вполне возможна. Скорее всего, она увидела ту сущность, которая в данный момент находилась в потустороннем мире. И которая оттуда ей показалась. Сущность могла быть действительно очень страшной. Потому как потусторонние миры просто кишат различными сущностями. Различными видами этих сущностей. Забегая вперед, скажем, что сейчас с Аленой все нормально. Ее удалось успокоить и помочь забыть об увиденном. Надо ли говорить, подобные эксперименты не проходят. Кольцо обручальное опускаем на дно стакана. Так, чтобы оно оказалось в центре. Ставим зеркало перед стаканом. И направляем его так, чтобы можно было увидеть отражение этого кольца. То есть центр кольца. И очень долго вглядываемся. Если девушке суждено выйти замуж в этом году, она увидит в зеркале очертания мужчины. Если этот мужчина предстанет в профиль, брак будет недолгим. Зеркало, пламя свечи, вода. Средства, которые помогают войти в состояние транса и увидеть образы. Это всего лишь вопрос иллюзорного восприятия. В темной комнате висит на гвозде пальто. И человек думает, что это не просто пальто, а это стоит человек. Вот я думаю, там все-таки ближе к иллюзорному восприятию. Хотя некоторые люди способны к понушенным гипнотическим галлюцинациям. Если долго и нудно смотреть на воду, на шар, ты впадаешь в транс. исключено, что могут пойти на такой галлюцинаторный поток сознания. Я знаком был с людьми, которые тоже так же могли смотреть в чашечку и что-то говорить. Причем я спрашивал, мне говорили, а вот смотри, вот это видишь? Я говорю, да. А вот это, вот это. Я говорю, правда? Эта история началась в середине 90-х. Паскаль, когда еще начинающий певец, сидел в кафе и заигрывал с девушкой. Молодые люди выпили кофе, и тут артист перевернул чашечку новой подруги. Он стал всматриваться в получившийся рисунок и был готов очаровать девушку своим талантом. В этот момент к их столику подошел незнакомый молодой человек. Говорит, а мог бы ты мне что-то сказать? И подсунул свою чашку. Это был такой трансовый момент. Действительно, я впал в какое-то состояние транса, и я ему начал рассказывать о том, что, ну вот, ты мечтающий о том, чтобы поступить в какой-то там музыкальный колледж или что-то там еще, и твои ожидания обязательно оправдаются скоро. Спустя несколько лет артист скажет, на кофейную гущу можно было и не смотреть. Хватило бы одного взгляда, чтобы догадаться, перед ним будущий музыкант. Но во время импровизированного сеанса Паскаль выложил так много фактов, что потом и сам не мог понять, откуда он все это знает. Я нагадал о том, что помимо того, что музыки будет много, будет еще и очень много дел всяких, не связанных с музыкой. И все эти дела, так или иначе, закончатся ничем. Они уйдут в пустое. Вот. Но это пустое будет недостаточным доказательством для того, чтобы прекратить эти дела. Пойдут склоки, пойдут какие-то моменты выяснения отношений с очень близким человеком. Возможно, он находится здесь, так я сказал. Через некоторое время Паскаль встретил того самого молодого человека в музыкальном училище. Когда он не увидел, он сказал, ну вот видишь, все сбывается. Парень действительно поступил в музыкальный колледж, где в то время учился Паскаль. Ребята разговорились и за считанные секунды решили вместе записать диск. И тут началась история с теми фактами, которые певец изложил во время гадания. Так как 90-е годы, это, в общем-то, эпоха глобальных перестроек, то есть когда люди меняли профессию в зависимости от того, куда дует ветер, а сегодня я буду директором, а завтра я буду продюсером, или а давай сделаем это, а давай, и делали. Ну такая, значит, почва была благотворная для всего. Через некоторое время ребята поняли, надо зарабатывать деньги, как все, и ударились в бизнес. Открыли продовольственный магазин, затем художественный салон. Вообще много чего было такого, знаете. Все потом вошло действительно в прах, и все это... И все это как бы закончилось ничем. И казалось бы, вот тебе результат реальный, как бы, тех каких-то вещей, надо обратить внимание, надо идти по пути развития именно творческого, музыкального, наверное, раз Бог дал такой талант. После десятка приключений друзья действительно вернулись в музыку. Паскаль стал популярным певцом, тот самый молодой человек, известным продюсером. Артист не решается назвать его имя, но говорит, что сегодня он известен в России каждому. Так, с точностью до мельчайших деталей предсказание Паскаля сбылось. Есть версия, что гадание – это программирование психики. Гадая, человек притягивает к себе те или иные события. Чем иногда интересен процесс гадания, выпадают какие-то необычные символы. Человек начинает ломать голову, а что бы это значило? Но так, как он все-таки примеряет на себя, как говорится, на ловца и зверь бежит, то вот эти вот новые какие-то оригинальные символики, которые, казалось бы, к нему прямого отношения не имеют, иногда ему дают подсказку. Какую? Он начинает думать немножко по-другому, проводить новые ассоциации и видеть новые возможности. Или просто видеть, что на эту ситуацию можно посмотреть по-другому. В язычестве гадание считалось диалогом с богами. Таким способом люди советовались с высшими силами. Древние верили, что все пространство пронизано руническими знаками. Они несут информацию обо всем, что было, есть и будет. Эти символы можно увидеть. Закрываешь глаза, и начинается под закрытыми веками руническое письмо древне-арийского образца. Буквально, как будто бы вот с пространства просеиваются так волнообразно, просеиваются маленькие руночки огненно-солнечного образа. Буквально солнечного, как будто бы солнечные брызги, но в руническом письме. Увы, лишь избранные могут видеть божественные знаки и читать их как книгу. Остальные должны использовать специальный инструмент – гадальные руны. Славянские руны всегда изображались на крупных злаковых культурах. В частности, на бобах, на фасоли. В зависимости от того, какие крупные злаки растут в той области, где нужны руны. Нужно сделать руны гадальные. Иногда в некоторых областях даже на кедровых орешках писали руны. На крупных кедровых орешках. Для гадания используется комплект из 120 рун и полотно, разделенное на 12 зон. Каждая из этих зон означает определенный аспект жизни, как то любовь, земледелие, дом, здоровье. Медиум выбрасывает руны на полотно и делает выводы. Например, если символ, означающий опасность, выпал на область земледелия, можно предположить, что урожай в этом году под угрозой. Вот это символ здоровья. То есть явно пошатнулось здоровье. А то, что еще в центре, на суфе, то есть это здоровье в доме конкретно пошатнулось, здоровье в любви конкретно. А вот еще один способ гадания. Из 25 карточек с разными символами выбирают 7 и раскладывают в определенной последовательности. Чтобы гадать, необходимо знать толкование символов. Что еще хуже, это может быть потеря хорошего друга. Руническое гадание – это всегда рекомендации, советы. Значит, негативных событий можно избежать. Надо просто быть на чеку, и тогда все останется по-прежнему. Таро, как считают специалисты, одно из самых демократичных гаданий. Раскладов столько же, сколько самих гадателей. Зубрить значение карт не обязательно. Достаточно знать лишь основные принципы и довериться интуиции. Потому что с каждой картой связаны некоторые наши архетипические, то есть глубоко подсознательные установки, глубоко подсознательные вещи. И поэтому, видя карту императора, мы начинаем говорить о том, что вот это действительно человек высокого положения, человек, возможно, очень властный, человек, который будет настаивать на своей позиции и постарается вас под нее устроить, подмять. В советское время таро были под запретом. Сейчас их можно купить в книжном магазине. А некоторые даже считают, что гадания на этих картах надо включить в психологическую практику. Толкуя те или иные символы, можно давать советы и разрешать сложные бытовые ситуации. Вот эти вот системы, что я тщательно изучал, я уже говорил, несут очень хороший такой философский, психологический, психотерапевтический смысл. Если хорошо вчитываться в эту символику, с ней хорошо разбираться, то там есть очень много полезных советов. Как себя вести, что делать, что не делать, как настраивать себя. Когда Наталья Вивак из Москвы в первый раз обратилась к гадалке, она и предположить не могла, что с того самого момента все ее действия будут зависеть от воли потусторонних сил. Три года назад Наталья потеряла работу. Маленькая фирма, которая торговала компьютерами, закрылась, директор исчез. Девушка, работавшая в этой компании менеджером, оказалась в катастрофическом положении. Я очень хотела построить дом за городом и взяла кредит на дачный участок. И мне нужно было каждый месяц плачивать по 500 евро. Я работала, у меня была хорошая работа. Но вдруг фирма развалилась, и директор куда-то исчез вместе со всеми деньгами. Я не знала, что будет завтрак, как жить, что делать. И думала, что вот-вот я потеряю все. Понять Наталью сможет только тот, кто сам был в подобной ситуации. Ей удалось устроиться продавцом на рынок, пришлось согласиться на испытательный срок. Но денег, которые обещали на этот период, не хватило бы даже на половину ежемесячного платежа по кредиту. Мне никто не мог помочь, я ни от кого не могла ждать помощи, потому что родители мои в состоянии здоровья были на пенсии, а любовника и богатого мужа у меня не было и не ожидалось. Тогда Наталья стала курить. Зарплату девушка так и не получила. Хозяин палатки нашел недостачу, продавщицу обвинили в воровстве и с позором выгнали. Потом оказалось, что так поступали со всеми. Нам придумали недостачу, нас запугивали, нам угрожали. И было страшно работать, потому что, когда мясо приходило, оно было заморожено. И на прилавке оно размораживалось, естественно, вес его уменьшался. И хозяин нас спрашивал очень сильно за это, брал штрафы. Естественно, вся зарплата уходила на эти штрафы. И нас использовали как бесплатную рабочую силу. Я не знала, как я в тот момент могла туда пойти работать. Ведь все было ясно с первого момента. Все ясно было, когда взглянешь на этого человека. Голодная, трясущаяся от слез девушка по совету подруги отправилась к деревенской гадалке. 200 километров на электричке она проехала зайцем. Заплатить за проезд, как и за услуги медиума, было нечем. Но девушку приняли бесплатно. Что происходило в доме знахарки, Наталья не помнит. Не помнит и то, как добралась до дома. Я проснулась в своей квартире, за окном было темно. Я почувствовала, что кто-то меня окружает. У меня были какие-то странные ощущения. Возможно, это были какие-то существа. Я подумала, что я заболела, что у меня поднялась температура. На следующий день странное чувство исчезло. И Наталья решила продолжить поиски работы. Она в очередной раз взяла газету объявлений, как вдруг руки сами потянулись к сумочке и достали оттуда странный предмет. Небольшой кусочек воска на нитке. Откуда эта вещь взялась в сумке, Наталья не знала. А дальше происходит все как во сне. Я беру маятник и начинаю водить над строчками. И вдруг, как магнитом, он начинает тянуть вниз. Он начинает качаться. И я почувствовала какое-то притяжение, какую-то энергетику. Я позвонила в тот день по этому объявлению. Наталье повезло. Оказалось, что крупная компания нуждалась именно в ней. Девушку тут же взяли офис-менеджером и даже заплатили аванс. Она была настолько счастлива, что об эпизоде с гаданием забыла. Но через неделю произошел странный случай. Во время обеденного перерыва девушка выпила кофе. И вдруг я непроизвольно переворачиваю чашку и начинаю рассматривать. И вижу там два креста и пламя. Тело действовало быстрее разума. Наталья сорвалась с работы и понеслась к родителям. Оказалось, что старики заснули, забыв выключить газовую плиту. Наташа успела вовремя. Но то, что произошло дальше, может показаться еще более невероятным. Я собиралась на работу, причесывала все зеркало. И вдруг справа от меня возник образ моего старого одноклассника Сергея Глухова. Мы сто лет с ним не виделись. Я не знаю, как теперь он выглядит, но я была уверена, что это он. И вдруг образ начал краснеть в таких багровых тонах. Появилось какое-то пламя, и он исчез. Я тут же схватила записную книжку, начала искать его номер. Зная только, что сейчас он живет на Украине. Начала набирать его номер, но, к сожалению, восьмерку отключили, и я не смогла так до него дозвониться. Наталья решает позвонить Сереже из офиса. Девушка чувствует, еще немного, и случится беда. Но на работе ее тут же загружают делами. Срочно ехать за канцтоварами, напоить гостей кофе, бежать на почту за документами. Сереже она позвонила только в пять часов вечера. По голосу ответившей женщины, ей все стало ясно без слов. В семье произошла трагедия. Он ехал по крайней левой полосе, и навстречу вылетел джип. Он погиб в тот день за два часа до моего звонка. Наталья до сих пор не может простить себе, что не позвонила раньше. Она бы отговорила Сергея выходить из дома в этот день. Умоляла бы его не садиться за руль. Ведь она точно знала, багровый образ в зеркале предупреждает о беде. Сегодня Наталья почти погасила кредит и делает первые шаги в бизнесе. Она не приступает к делам без совещания с потусторонними силами. Говорит, что только поэтому, пока ее миновали обычные для всех новичков трудности. Вот только за каждый такой совет оттуда приходится платить. После гаданий на теле Натальи сами собой появляются следы от ожогов. Они страшно болят по ночам, иногда кровоточат. Девушка уверена, кто-то хочет достать из ее тела душу. К врачам Наталья не обращалась, поэтому медики не берутся объяснить это странное явление. О происхождении шрамов говорят с осторожностью. Успех в бизнесе друзья объясняют жизненным опытом, склонность к гаданиям, мистическим складам ума. Есть люди мистики от природы. И неважно, два, три высших у него образования, там, академик он или доктор наук. Но у него уже есть мистический склад ума. Если что-то вот рациональное и рациональное на равных весах, то он все-таки больше будет склоняться к иррациональному. Вы понимаете, о чем я говорю? В деревнях за гадания, как и за другие услуги подобного толка, денег брать не принято. При желании можно отблагодарить ведунью с недью или полезными в хозяйстве вещами. Вероятно, поэтому претензий к деревенским бабкам не бывает. Но в городах гадания – это настоящий бизнес. Причем не всегда честный. Вот я всему верю. Я вот теперь его отрезала, прикладываю к голове на ночь. Пенсионерка из Казани тетя Рая обратилась к гадалке, когда поняла, что ее здоровье пошатнулось. Предсказательница Алия в миру Татьяна Недюжа в августе 2003 года вела прием в местном кинотеатре. Взяла свои карты, начала эти карты выкидывать и говорит, вот, говорит, слушай, тебя вот стукнет паралич скоро. И знаешь, говорит, в октябре месяце, говорит, уже времени осталось немного. Ой, я говорю, я заплакала, я говорю, я что же буду делать, я же одиночка, я говорю. Ну вот ты одиночка, дом никого не будет. Тебя паралич стукнет, ты упадешь и пролежешь 4 года, за тобой ухаживать некому будет. И сгниешь, живьем сгниешь и умрешь в тяжелых муках. Такие слова кого угодно повергнут в шок. Что уже говорить о несчастной пенсионерке? Но гадалка тут же предложила выход. Набор из амулета, благовония, специальной травы и портрета самой Алии спасет женщину от страшной участи. То ты под койку сунь, то жги, траву дала какую-то, жги, говорит. Я первый день сожгла эту траву и заснула, как мертвая. В 10 легла, в 11 чуть проснулась. На следующий день стала жечь эта трава, у меня из носа даже кровь пошла, голова закружилась, мне стало плохо, я не стала жечь эту траву. Через 2 дня тетя Рая снова отправилась к той самой гадалке, но теперь за разъяснениями. Но охранник в фойе кинотеатра сказал, Алию задержали и подозревают в мошенничестве. Оказалось, что этот случай в городе далеко не первый. Таким образом они где-то около ста с лишним тысяч денег с людей мошенническим путем поимели. Все. После этого они у нас исчезли. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело. И люди, пострадавшие от их действий, которые тоже приходили к этой предсказательнице, тоже могут обращаться к нам. Сама гадалка все отрицает. Она твердо стоит на том, что никаким мошенничеством не занималась никогда. Я гадаю. На картах? Я гадаю на картах, да. Я имею способность гадать. Существует многое количество карт, которыми я владею. Это мое. Можете считать, что это мое. Если вы захотите со мной пообщаться, то есть лично, я с вами пообщаюсь. Но не вот так вот, в присутствии вот этой камеры. Это мое таинство, я посвящать никого. Мы не знаем, за что нас задержали. Работаем на законных основаниях. Гадалка Алия гадает. У нас приехал участковый инспектор, нас задержал. Чем-то мотивирует ваше задержание милиционера? Мотивирует тем, что мы занимаемся шарлатанством. Это не так. Все документально, все законно. Шарлатанством никто не занимается. А лицензия какая-то вам требуется для вашей? Для гадания лицензии не требуется. Администратор-предсказательница прав. Гадания и прочие эзотерические услуги лицензированию не подлежат. Достаточно зарегистрироваться как частный предприниматель и вовремя платить налоги. То, что пока находится за пределами нашего понимания, отрицать нельзя. Но невозможно и определить, где заканчивается вмешательство высших сил и начинается мошенничество. У настоящих профессионалов есть своеобразный кодекс чести. Первое правило – никогда не говорить о несчастьях как о неизбежном. Увидев роковой знак, надо постараться понять, что станет причиной беды и настроить клиента на борьбу с ней. В таком случае гадание становится подсказкой. Зная, что ситуация будет сложной, человек сможет к ней подготовиться или даже предотвратить. Второе правило – не навреди. Из магического салона человек должен выйти полным решимости победить невзгоды и уверенным в том, что все будет хорошо. Все думали, каждый друг на друга думал, смотрел, кто эту тарелочку шевелит. И потом, когда уже поняли, что это действительно никто, не кто-то, просто все пальцы положены, просто и тарелочка уже сама произвольно двигается, тогда уже стало как бы это очень интересно. И сразу появилась куча вопросов, куча ответов захотелось узнать. В первую очередь девушки решили узнать имена женихов. Когда Светлана спросила, как будут звать ее мужа, блюдце завертелось, и девушка прочитала имя Александр. На вопрос о профессии дух ответил юрист. О возрасте – на три года младше невесты. Я сначала девчонок спрашиваю, я говорю, наверное, кто-то двигает. Но я не верю как бы в это, что может двигать. И так все как бы пальчики подняли, я реально так вот как-то сама ходила по кругу. И я, у меня такие глаза, первый раз как бы в жизни я увидела такое, и действительно четко все так показывала, и буквы, и все. Следующим гадали Саше. Когда он спросил имя своей будущей жены, Стрелка показала имя Регина. У меня все выпадало двойня и Регина. На двойня я не думала, а Регины вообще даже знакомых не было, и редкое имя такого. Несколько дней друзья не вспоминали о том гадании, а потом вдруг решили разыграть Сашу. Попросили Свету позвонить ему и представиться Региной. Я говорю, да не буду я, как бы я не такой человек, чтобы там у тебя разыгрывать как-то. Так серьезно ко всему отношусь. И, в общем, к вечеру они меня уговорили. Я там позвонила дрожащим голосом. В общем, Света Лаконина мне подыграла. Как бы я все представила, что у меня Регина, что я отдыхала в ресторане, что Александр мне очень понравился. Давайте сходим там в театр, в кино, где-нибудь посидим. Александр был заинтригован. Он согласился на встречу с незнакомкой и попросил ее телефон. Света назвала шесть первых пришедших в голову цифр. Но обман раскрылся. Я сразу же почувствовал, что здесь неладно. Попросил девушку подождать минутку и спросил официанта. Говорит, хватит прикалываться. Они все серьезными лицами. Кто, что. Ну, ладно. Поговорили с девушкой дальше. Девушка предложила встретиться и попросила у меня телефон. И вечером мы уже все выходим с работы. И Александр говорит, ну что, я жду звонка. Я говорю, какого звонка он? Я говорю, я даже поняла уже все. Я такая пурпурного цвета. Я говорю, я даже номер не записала. Я так как бы растерялась, что он уже в курсе, что ему уже как бы все рассказали, все сообщили, кто его разыграл. Эти символы можно увидеть. Закрываешь глаза, и начинается под закрытыми веками руническое письмо древнеарийского образца. Буквально, как будто бы вот с пространства просеиваются так волнообразно, просеиваются маленькие руночки огненно-солнечного образа. Буквально солнечного. Как будто бы солнечные брызги, но в руническом письме. Увы, лишь избранные могут видеть божественные знаки и читать их как книгу. Остальные должны использовать специальный инструмент – гадальные руны. Славянские руны всегда изображались на крупных злаковых культурах. В частности, на бобах, на фасоли. В зависимости от того, какие крупные злаки растут в той области, где нужны руны. Нужно сделать руны гадальные. Иногда в некоторых областях даже на кедровых орешках писали руны. На крупных кедровых орешках. Для гадания используется комплект из 120 рун и полотно, разделенное на 12 зон. Каждая из этих зон означает определенный аспект жизни, как то любовь, земледелие, дом, здоровье. Медиум выбрасывает руны на полотно и делает выводы. Например, если символ, означающий опасность, выпал на область земледелия, можно предположить, что урожай в этом году под угрозой. Вот это символ здоровья. То есть явно пошатнулось здоровье. А то, что еще в центре, на суфе, то есть это здоровье в доме конкретно пошатнулось, здоровье в любви конкретно. А вот еще один способ гадания. Из 25 карточек с разными символами выбирают 7 и раскладывают в определенной последовательности. Чтобы гадать, необходимо знать толкование символов. Что еще хуже, это может быть потеря хорошего друга. Руническое гадание – это всегда рекомендации, советы. Значит, негативных событий можно избежать. Надо просто быть на чеку, и тогда все останется по-прежнему. Таро, как считают специалисты, одно из самых демократичных гаданий. Раскладов столько же, сколько самих гадателей. Зубрить значение карт не обязательно. Достаточно знать лишь основные принципы и довериться интуиции. Потому что с каждой картой связаны некоторые наши архетипические, то есть глубоко подсознательные установки, глубоко подсознательные вещи. И поэтому в виде карты… Я поняла, что у меня поднялась температура. На следующий день странное чувство исчезло. И Наталья решила продолжить поиски работы. Она в очередной раз взяла газету объявлений, как вдруг руки сами потянулись к сумочке и достали оттуда странный предмет – небольшой кусочек воска на нитке. Откуда эта вещь взялась в сумке, Наталья не знала. А дальше происходит все как во сне. Я беру маятник и начинаю водить над строчками. И вдруг как магнитом его начинает тянуть вниз, он начинает качаться. И я почувствовала какое-то притяжение, какую-то энергетику. Я позвонила в тот день по этому объявлению. Наталье повезло. Оказалось, что крупная компания нуждалась именно в ней. Девушку тут же взяли офис-менеджером и даже заплатили аванс. Она была настолько счастлива, что об эпизоде с гаданием забыла. Но через неделю произошел странный случай. Во время обеденного перерыва девушка выпила кофе. И вдруг я непроизвольно переворачиваю чашку и начинаю рассматривать. И вижу там два креста и пламя. Тело действовало быстрее разума. Наталья сорвалась с работы и понеслась к родителям. Оказалось, что старики заснули, забыв выключить газовую плиту. Наташа успела вовремя. Но то, что произошло дальше, может показаться еще более невероятным. Я собиралась на работу, причесывала все зеркало. И вдруг справа от меня возник образ моего старого одноклассника Сергея Глухова. Мы сто лет с ним не виделись. Я не знаю, как теперь он выглядит, но я была уверена, что это он. И вдруг образ начал краснеть в таких багровых тонах. Появилось какое-то пламя, и он исчез. Я тут же схватила записную книжку, начала искать его номер. Зная только, что сейчас он живет на Украине. Начала набирать его номер, но, к сожалению, восьмерку отключили, и я не смогла так до него дозвониться. Наталья решает позвонить Сереже из офиса. Девушка чувствует, еще немного, и случится беда. Но на работе ее тут же загружают делами. Срочно ехать за канцтоварами, напоить гостей кофе, бежать на почту за документами. Сереже она позвонила только в пять часов вечера. По голосу ответившей женщины ей все стало ясно без слов. В семье произошла трагедия. Он ехал по крайней левой полосе, и навстречу вылетел джип. Он погиб в тот день за два часа до моего звонка. Наталья до сих пор не может простить себе, что не позвонила раньше. Она бы отговорила Сергея выходить из дома в этот день, умоляла бы его не садиться за руль, ведь она точно знала, багровый образ в зеркале предупреждает о беде. Сегодня Наталья почти погасила кредит и делает первые шаги в бизнесе. Она не приступает к делам, говорит, что сегодня он известен в России каждому. Так с точностью до мельчайших деталей предсказание Паскаля сбылось. Есть версия, что гадание – это программирование психики. Гадая, человек притягивает к себе те или иные события. Чем иногда интересен процесс гадания, выпадают какие-то необычные символы. Человек начинает ломать голову, а что бы это значило? Но так, как он все-таки примеряет на себя, как говорится, на ловца и зверь бежит, то вот эти новые какие-то оригинальные символики, которые, казалось бы, к нему прямого отношения не имеют, иногда ему дают подсказку. Какую? Он начинает думать немножко по-другому, проводить новые ассоциации и видеть новые возможности. Или просто видеть, что на эту ситуацию можно посмотреть по-другому. В язычестве гадание считалось диалогом с богами. Таким способом люди советовались с высшими силами. Древние верили, что все пространство пронизано руническими знаками. Они несут информацию обо всем, что было, есть и будет. Эти символы можно увидеть. Закрываешь глаза, и начинается под закрытыми веками руническое письмо древне-арийского образца. Буквально, как будто бы вот с пространства просеиваются так волнообразно, просеиваются маленькие руночки огненно-солнечного образа. Буквально солнечного, как будто бы солнечные брызги, но в руническом письме. Увы, лишь избранные могут видеть божественные знаки и читать их как книгу. Остальные должны использовать специальный инструмент – гадальные руны. Славянские руны всегда изображались на крупных злаковых культурах. В частности, на бобах, на фасоли. В зависимости от того, какие крупные злаки растут в той области, где нужны руны. Нужно сделать руны гадальные. Иногда в некоторых областях даже на кедровых орешках писали руны, на крупных кедровых орешках. Для гадания используется комплект из 120 рун и полотно, разделенное на 12 зон. Каждая из этих зон означает определенный аспект жизни, как то любовь, земледелие, дом, здоровье. Медиум выбрасывает руны на полотно и делает выводы. Например, если символ, означающий опасность, выпал на область земледелия, можно предположить, что урожай в этом году под угрозой. Вот это символ здоровья. То есть явно пошатнулось здоровье. А то, что еще в центре, на суфе, то есть это здоровье в доме конкретно пошатнулось, здоровье в любви конкретно. А вот еще один способ гадать. Какие-то другие проекты. Когда Наталья узнала, что в Москве состоится кастинг в мюзикл «Мама Мия», артистка тут же сорвалась с работы и полетела в столицу на один день, чтобы поучаствовать в отборе. И прошла в следующий тур. Восемь месяцев быстро улетала в Москву на денек, чтобы пройти очередной этап. На один день в Москву, потом три месяца я ждала ответа. Наталья успешно прошла все этапы кастинга. На главную роль Софии ее утвердили сами авторы мюзикла, участники шведской группы «Абба». Только спустя год Быстрова случайно вспомнила о предсказании гадалки. Вот о какой маме тогда говорила провидица. Я, конечно, здесь не получаю 38 миллионов, но сумма, которую я здесь зарабатываю, конечно, по сравнению с теми суммами, которые у нас в Екатеринбурге, это, конечно, отличается, даже сами цифры, хотя это не намного, не так уж много, но тем не менее. И вот, наверное, это и есть то пророчество. Мама Мия, мама, она мне подарила столько подарков, наши спонсоры подарили мне машину. Я ездила в Грецию, я получила там несколько наград, все благодаря маме Мии. Недавно Наталья снова была у той самой гадалки, и та выдала ей еще более невероятное предсказание. Что именно сказала женщина на этот раз, актриса держит в секрете. Ведь одним только неосторожным словом можно спугнуть удачу. Современные психологи не отрицают гадание, но объясняют его интуицией, богатым жизненным опытом медиума или банальным совпадением. Если вы посмотрите внимательно, очень мало предсказателей говорят что-то конкретное, немножко расплывчатое, там вот такое может случиться, еще что-то случится. Мало кто четко определяет даты, мало кто четко определяет людей, мало кто четко определяет, что будущее многовариантное, и возможны разные варианты развития событий. Гадание на костях – одно из самых древних. Например, на них предсказывал судьбу иудейский царь Давид. Его кости были сделаны из черепов пленных воинов. Именно на них придворный медиум нагадал Давиду скорую смерть. За дурные вести предсказателя казнили, но пророчество сбылось. Через несколько дней правитель скончался от странной болезни. Сегодня гадание на костях – редкость. Их надо сделать самому, а для этого потребуется недюжинная смелость. Для приготовления костей я брала кости, свиные кости с четырех коп. Через некоторое время ребята поняли, надо зарабатывать деньги, как все, и ударились в бизнес. Открыли продовольственный магазин, затем художественный салон. Вообще много чего было такого, знаете. Все потом вошло действительно в прах, и все это закончилось ничем. И казалось бы, вот тебе результат реальный, как бы тех каких-то вещей. Надо обратить внимание, надо идти по пути развития именно творческого, музыкального, наверное. Раз Бог дал такой талант. После десятка приключений друзья действительно вернулись в музыку. Паскаль стал популярным певцом, тот самый молодой человек, известным продюсером. Артист не решается назвать его имя, но говорит, что сегодня он известен в России каждому. Так, с точностью до мельчайших деталей предсказание Паскаля сбылось. Есть версия, что гадание – это программирование психики. Гадая, человек притягивает к себе те или иные события. Чем иногда интересен процесс гадания, выпадают какие-то необычные символы. Человек начинает ломать голову. А что бы это значило? Но так, как он все-таки примеряет на себя, как говорится, на ловца и зверь бежит, то вот эти вот новые какие-то оригинальные символики, которые, казалось бы, к нему прямого отношения не имеют, иногда ему дают подсказку. Какую? Он начинает думать немножко по-другому, проводить новые ассоциации и видеть новые возможности. Или просто видеть, что на эту ситуацию можно посмотреть по-другому. В язычестве гадание считалось диалогом с богами. Таким способом люди советовались с высшими силами. Древние верили, что все пространство пронизано руническими знаками. Они несут информацию обо всем, что было, есть и будет. Эти символы можно увидеть. Закрываешь глаза, и начинается под закрытыми веками руническое письмо древнеарийского образца. Буквально, как будто бы вот с пространства просеиваются, так волнообразно просеиваются маленькие руночки огненно-солнечного образа. Буквально солнечного, как будто бы солнечные брызги, но в руническом письме. Увы, лишь избранные могут видеть божественные знаки и читать их как книгу. Остальные должны использовать специальный инструмент – гадальные руны. Славянские руны всегда изображались на крупных злаковых культурах. В частности, на бобах, на фасоли. В зависимости от того, какие крупные злаки растут в той области, где нужны руны, нужно сделать руны гадальные. Иногда в некоторых областях даже на кедровых орешках писали руны, на крупных кедровых орешках. Для гадания используется комплект из 120 рун и полотно, разделенное на двинать в любое время года. И результат всегда будет одинаковый. Те, кто таким даром обделен, могут предсказать будущее только в полнолуние. В эти дни особенно открывается пространство, которое дает возможность людям гадать. Открываются те миры, которые помогают нам в гадании. Вообще считается, что ритуал гадания – это именно ритуал, направленный на контакт с потусторонними силами. И поэтому в полнолуние эти силы наибольше открываются для нас. Во Вьетнаме гадание – часть официальной религии. В некоторых буддистских храмах можно и даже нужно заглядывать в будущее. Вот один из способов узнать судьбу. В специальную коробку кладут палочки. На каждой написана цифра, означающая то или иное событие в жизни. Человек выбрасывает одну палочку и делает выводы. Буддизм – единственная религия, которая поощряет подобные ритуалы. Православная церковь гадания осуждает, но один раз в год на святки закрывает на это глаза. Во все дни с рождественского сочельника до крещения такие ритуалы не считаются грехом. Светлана, повар из Кирова, закончила работу поздно. Клиенты разошлись лишь под утро. До первого автобуса оставался час. Имело смысл подождать на работе. Со Светой осталась подруга. Расправившись с делами, они вдруг вспомнили, что в самом разгаре святочная неделя, а в это время принято гадать. Девушки решили развлечься. Все это происходило в кондитерском цехе. Стол, в общем, все это как блюдечко, как положено. Мы как бы раньше с подругами гадали, но у нас никогда не получалось ничего. И я, да, блюдечко даже, ну, вообще не шевелилось. И я думаю, ну, и в этот раз, наверное, точно так же будет. Ну, как бы вообще не верила ни в гадания, ничего мне, никогда почти ничего не сбывало. В ту ночь Александр, охранник ресторана, дежурил один. От скуки он присоединился к девушкам. Все сели за стол, начали вызывать духов. И блюдце завертелось. Потом наши герои признаются, такого не ожидал никто. Сначала, конечно, небольшой шок, а потом все думали, каждый друг на друга думал, смотрел, кто эту тарелочку шевелит. Потом, когда уже поняли, что это действительно никто, не кто-то, просто все пальцы положены, просто и тарелочка уже сама произвольно двигается, тогда уже стало как бы это очень интересно, и как бы сразу появилось. С того дня прошел почти год. Света и Саша поженились и все так же неразлучны. В ближайшие святки они не будут тревожить духов. Молодые и без этого прекрасно знают. В будущем все хорошо. Для многих не погадать на Рождество все равно, что не покататься на коньках. Традиции. Посмотреть на кофейную гущу. Растопить воск. Святочные гадания кажутся забавой, но невероятно одно, они всегда сбываются. Вот самый простой способ. Взять кусок свежего хлеба и завернуть его в шелковый платок, приговаривая, «Ряженый суженый, приходи ко мне ужинать». Сверток надо положить под подушку и лечь спать. Во сне обязательно явится жених. Самым страшным считается гадание на двух зеркалах. Девушка снимает с себя ремень, украшение и нательный крест. Затем сооружает коридор из двух свечей и двух зеркал. В этом туннеле должен появиться силуэт суженного, но долго смотреть в зеркала опасно. Именно через такой коридор темные сущности могут прорваться в наш мир и украсть душу человека. После этого он навсегда останется беззноватым. Как-то раз ко мне на прием мама привела свою дочь, которой было 20 лет. Девочка пыталась гадать с помощью зеркал. В полночь Алена заперлась в своей комнате и сделала зеркальный коридор. Родители в это время уже спали. Их разбудил странный шум. Когда отец вошел в комнату, то увидел невероятную картину. Дочь на полу, без сознания. А повсюду осколки зеркала. Создавалось впечатление, будто оно не просто разбилось, а взорвалось. Девочку привели в чувство, но девочка была очень напугана. Расспрашивали ее о том, что произошло. Только потом под гипнозом Алена рассказала, Зазеркалье. Эзотерики уверены, атака с той стороны вполне возможна. Скорее всего, она увидела ту сущность, которая в данный момент находилась в потустороннем мире и которая оттуда ей показалась. Сущность могла быть действительно очень страшной, потому как потусторонние миры просто кишат различными сущностями, различными видами этих сущностей. Забегая вперед, скажем, что сейчас с Аленой все нормально. Ее удалось успокоить и помочь забыть об увиденном. Надо ли говорить, подобные эксперименты не проходят. На три года младшей невесты. Я сначала девчонок спрашиваю, я говорю, наверное, кто-то двигает. Но я не верю как бы в это, что может двигать. И так все как бы пальчики подняли, я реально так вот, как-то сама ходила по кругу. Я у меня такие глаза. Первый раз как бы в жизни я увидела такое. И действительно четко все так. Показывала и буквы, и все. Следующим гадали Саше. Когда он спросил имя своей будущей жены, Стрелка показала имя Регина. Мертвый выпадал, а двойня и Регина. На двойня я не думала, а Регины вообще даже знакомых не было. И редкое имя такого. Несколько дней друзья не вспоминали о том гадании. А потом вдруг решили разыграть Сашу. Попросили Свету позвонить ему и представиться Региной. Я говорю, да не буду я как бы, я не такой человек, чтобы там людей разыгрывать как-то. Так серьезно ко всему отношусь. И в общем к вечеру они меня уговорили. Я там позвонила дрожащим голосом. В общем, Света Лаконина мне подыграла. Как бы я все представила, что у меня Регина, что я отдыхала в ресторане, что Александр мне очень понравился. Давайте сходим там в театр, в кино, где-нибудь посидим. Александр был заинтригован. Он согласился на встречу с незнакомкой и попросил ее телефон. Света назвала шесть первых пришедших в голову цифр. Но обман раскрылся. Я сразу же почувствовал, что здесь неладно. Попросил девушку подождать минутку и спросил официантов, говорит, хватит прикалываться. Они все серьезными лицами. Кто, что. Ну ладно. Поговорили с девушкой дальше. Девушка предложила встретиться и попросила у меня телефон. И вечером мы уже все выходим с работы. И Александр говорит, ну что, я жду звонка. Я говорю, какого звонка он? Я говорю, я даже поняла уже все. Я такая пурпурного цвета. Я говорю, я даже номер не записала. Я так как бы растерялась, что он уже в курсе, что ему уже как бы все рассказали, все сообщили, кто его разыграл. И после этого он узнал мой номер телефона домашний. Ну и началось у нас как бы общение. Александр говорит, что сразу догадался, его разыграла Света. Он нисколько не обиделся, а напротив, позвонил ей и пригласил в театр. Через несколько дней пара была уже не разлей вода. Но каково же было удивление девушке, когда она узнала, что молодой человек учится в колледже на юриста и на три года младше ее самой. Именно такого жениха ей нагадали на святки. Мы с каждым днем чувствовали, что мы дороже и дороже становимся друг с другом. А предложение как сделано? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...